Что вы понимали, я ради этого видео татуху себе набила черную. Три. Я ем только черную еду и пью только черную. Только черную еду? Да. Прям все достаточно черной для вас? Кусок детского поноса на губах. Сейчас очень вызывающе в таких коротких юбках, на таких каблуках. А что это татуха я только сейчас заметила? Набила ради видео уже. Своё утро я решила начать сегодня с маски. У меня как раз есть одна черная маска, и мне кажется, что это именно то, что нужно. Вот смотрите, моя маска. Прям черная-черная. И, кстати говоря, даже черная кисточка. Наносим. Это маска пилинг. Не просто маска пленка, а маска с пилингующим эффектом. То есть я ее нанесу, она потом высохнет, я ее быстренько сдеру, и моя кожа получит эффект пилинга. Да, видо она у меня, конечно, очень эротишный, ничего не скажешь. Ну, как-то так. Ко маска сохнет, можно будет поубирать черную косметику, которую я буду делать. О, кстати, может татуху сегодня налебим? Давайте сделаем татуху. Так, нужна палетка с черными тенями. Тут очевидно, что палетка у нас будет вот эта вот самая черная. Подписчикам придется непросто. Да, из такой кучи, конечно, ничего не выбрать, поэтому придется разложить как-то более цивилизованно и устраивать голосование. У меня предстоит сложный выбор. В черной сумке или в рюкзаке, поэтому нужна ваша помощь. Пока что все выглядит не так уж и оптимистично, как бы того хотелось, ибо 50 на 50. Кицу, к какой сумочке ты подойдешь? То я и возьму. Давай-давай, маленький. Тебе нравится рюкзачок? Тебе нравится рюкзачок, потому что он самый старый и самый вонючий. Ну, отлично, моя маленькая кица. Тогда я возьму рюкзачок. Ну, извините, я давала вам выбор, но 50 на 50 это вообще ни в какие рамки. Волос повался, блин, волос уйди. Собственно, вот маска, которая была у меня на лице. Осталось только снять какие-то маленькие локальные штучки. Я думаю, что из черной одежды я возьму вот эту вот футболочку. Она классная, и мне кажется, это идеально вот идет к рюкзаку. Я выбираю обычные черные джинсы. Ну, не самые обычные, а с дырками и рваные, которым уже несколько лет, и которые уже просто выкинуть бы по-хорошему пора. Но это мои любимые джинсы, поэтому я буду их носить до последнего. Супер драные джинсы уже везде, где только можно. У них отошли даже какие-то швы, но... Понимаете, да? Я безумно сильно люблю эти джинсы, и мне безумно сильно лень даже взять и вот это вот сделать. Короче, сейчас будем по-максимальному развлекаться с татуировками. Я хотела еще эти крылья тоже налепить себе на спину, но у меня закрытый ток, поэтому в этом нет никакого смысла. Так, что будет татуировка? Ну, перо у меня обмещается. Обмещается ли у меня куда-нибудь птичка? Так, пожелайте мне удачи, я решила, что я птицу себе на шею налеплю. Просто желайте мне удачи. Я такое первый раз делаю в своей жизни, и надо еще понесли, как эту птицу вылепить. Вот так, да, наверное, должно быть. Если не должно быть так, то, наверное, она должна быть... Так, ладно, здесь сделаю. Мне кажется, что мой полотенце недостаточно мокрое, и если там будет кусок какой-то рваной птицы, придется быть с таковым. Что-то мне кажется, она недостаточно мокрая. Блин! Ребята, так нервничаю. Я отвечаю за как переживаю, потому что если у меня сейчас будет какая-то срань вместо птицы, придется сосранить. А я как бы не особо фанат сраней, наверное. Поехали. Нифига. А птица-то, посмотрите. Балет, она здесь не до конца проклеилась. Где мою мокреплотницу? Клейся, клейся. Слушайте, что-то с ним не то. Так, вообще, как будто на ней пленка. What the fuck? Что-что-что? Что я сделала не так? Аж расстроилась, честно говоря. Хорошо, что их тут две. Так, давайте делать вместе. Очевидно, что тут есть защитная пленка. И совершенно очевидно, что эту пленку защитную надо снять. Я не сняла защитную пленку. И моя птица отпечаталась на защитной пленке. Момент, собственно, истины. Вот он. И черная татуировка набилась. Выглядит специфично. Может быть, добавите сюда перо, типа и птичка с пером. Ладно, гулять так гулять. Так, это я набью уже сюда. Пусть все думают, что я птица высокого полета. Как говорится, на эту и на ту набью себе манту. Алле-оп! Пицуха! Просто стала облизать эту птицу. Видите, уже куска крыла нету. Поэтому я подумала, что, наверное, их нужно просто очень хорошо высушить и посушила. Но я не уверена, что это работает так. Может, просто очень говеные сами все татуировки. Хочу постараться сделать макияж, как у этой девушки на фотографии. Потому что, несмотря на то, что он выполнен в черных цветах, он выглядит нормально. Здесь получается, по сути, просто суперширокая такая толстая суперстрелка. И черные губы. Буду сосредотачиваться на стрелке. Кстати, там кот носится. Поэтому пусть вас это не сильно смущает. Худо-бедно нарисовала стрелку. Даже, честно говоря, думала, что будет гораздо хуже. Но вроде норма получилась. Немного в складку добавлю черно-серых теней. Прям совсем, чтобы подчеркнуть глаза. А то кажутся достаточно плоскими. И после этого надо будет накрасить их тушью. Дело за черной тушью. Очень необычный для меня макияж. На завершение этого макияжа понадобится сделать черный макияж губ. Вот сейчас будет, наверное, просто полный песец. По что я не уметь делать черные губы. Пока похоже на усы. Пока похоже на какую-то хрень. Настоящий год вонючка. Да. Накрасить губы черным это очень-очень сложный пласт. Что ж, образ получился какой-то такой. Мне кажется, что в какой-то степени это даже получилось эстетично и симпатично. И уж как минимум точно необычно. Что-то я стала говорить стихами. Видимо, это творческий налет. Кстати, татухи очень некомфортно. Они прям сдавливают кожу. Знаете, так неприятно получается. В общем, ладно. Время уходить. Благо, что у меня машина тоже черного цвета. Поэтому я могу ей пользоваться. И салон у меня тоже черный. Я и моя черный маленький машина приехали в поисках еды, питья, одежды и вообще веселого времяпровождения. Поэтому пойдемте-ка и найдем мою подружечку. Она вроде как уже потерялась. Надо ее найти. В общем, мы встретились с моей подругой. И если честно, то я вообще-то очень голодная. Пойдемте, короче, поедим. Правда, я не знаю, что из черного можно пожрать. Еще и так, чтобы наесться. Еще и так, чтобы не съесть эту помаду убогую. Короче, пойдемте пожрем. Два черных человека в поисках черной. Видите, да, как я подружка моя запрягла, чтобы она тоже в черном ходила и неядно чувствовала себя тупой. Она увидела качельку и бежит на нее. Кстати, знаете, очень сильно раздражают взгляды мужиков. Они такие, типа, смотрят. Последний палец. Э, черные киски. Люди в черном. Просто тупые. А еще у меня здесь перышко. Типа, оно показывает, что я птица падшая с небес. В поиске черной еды привели нас, ну, вот в этот вот фудкор. Вроде как тут очень большой выбор, поэтому почему бы не поискать здесь что-нибудь похожее на черные, например, ризотто, черные спагетти. Или, может быть, мы найдем черные бургеры. Пойдем посмотрим. Здрасте, мне нужно два черных бургера. Ага. Что-нибудь к ним добавим? А что можно добавить? Я ем только черную еду и пью только черную. Только черную еду? Да. Пепси достаточно черной для вас? Ну ладно, пусть будет одна пепси. Два бургера, одну пепси, да. Да. Но по закускам я бы ничего не смогу предложить. Тогда не надо. Такое большое. Как я его буду есть? Я не знаю, как его есть. Ммм. Я поела, и все стерлось. Черт, у меня сейчас все зубы черные. Блин, раньше такого не было. Ааа, какая неловкость. Дурацкая помада. Просто надо тебя переехать машиной. Мы переедем ее машиной. Мы переедем ее машиной. У меня истерика тут и помадой. Я ненавижу эту помаду. Меня бесит, что на меня все пялится. Я думаю, что все это из-за этой тупой помады. Я не знаю, почему. Я помню, я давно хотела эти брюки себе. А сейчас я понимаю, что они уж слишком теплые для текущего времени года. Поэтому мне они уже не нужны. Но вот если бы они были раньше в наличии, я бы их взяла. Кусок детского поноса на губах. О, укороченная косуха. Можно я возьму розовые тряпки? Можно? Отстань. А вот эту? Ну как пошла ты? Какая же дурацкая помада. Она меня бесит. И это. Огнище. Ну, ты серьезно, да? Мне опять черную маску, что ли, делать сегодня? Ладно, давайте посмотрим. Кстати, смотрите, здесь маска стоит 139, да? А в Корее ты покупаешь 100 масок за 50 долларов. 50 долларов, ну, плюс-минус 3,5 тысячи. Ну, в этих районах, может, даже поменьше. Но ты покупаешь 50. Э, экономия. Ну, я возьму вот эту черную масочку. Что здесь все черного? Ну, эту черную масочку возьму. Надо взять черные маски. Бэээ. А теперь у меня розовая приблуда и черные маски. Ладно, пойдем. Не будем бесить людей. Здрасте. Мне, пожалуйста, средняя американо с малиновым сиропом. И шейк клубника лайм гранде. Ну, когда я была мелкой, я ходила еще куда более интересно, чем сейчас. Очень вызывающе. Такие короткие юбки на таких каблуках. И у меня было реально нормально. Эх, что со мной случилось? Что происходит с людьми? Где мой кофе? Эй, не пей, это мой. Все, давай, давай. Это мое. Это мое. Вот это твое. Месишь. В общем, это говеная помада у меня в руке. Она меня так задолбала за этот день, что я сейчас ее просто нафиг перееду на машине. Помните мое видео, где я переезжала крем тельняшки? Он, короче, машина его не выдержала. Что ж, сегодня мы проверим помаду. Сможет ли машина переехать помаду? Если она не сможет, я не знаю. Я дам ее собаке на сгрызение. Помада. Колесо. Запомните это место. Запомните это место. В общем, Лиса настолько забомбила, что звук на ее видеокамере этого не записал. Поэтому можете послушать мои комментарии. Или просто поржать с того, как она пытается ее уничтожить. И у нее ничего не получается. Она даже пыталась кормить эту срань своей собаке. Но собачку же больше жалко, чем эту помаду. В общем, вот такое вот бамба Лейла, можете наблюдать. Вот она кричит, но ее никто не слышит. Ее слышит только я, а меня слышите только вы. Ха-ха-ха. Просто благословь. В общем, единственное мое желание это смять этот великолепный макияж. И нанести эту великолепную какую-нибудь маску. Кстати, какую выбрать? Эту, эту или эту? Какую? Вомпыр, кровосися или ночница? Я за кровосися. Хорошо, кровосися будет. Отлично. Блин, короче, у меня для вас есть лайфхак такой один. Вы очень всрато краситесь, прям максимально всрато, прям как я сегодня. Потом целый день так ходите, чувствуете себя максимально всрато, потому что вы всрато накрашены. А приходите домой, смываете свой всратый макияж и ваша естественная красота, ну или ее отсутствие, вам уже не кажется такими печальными. Короче говоря, лайфхак. Мечтаю как можно скорее снять это все и надеть эту черную маску. Блин, она не черная. Мы не можем ее использовать, она не черная. Фак! Она не черная. А тут я рисована черная, и мне сказали, что это черная маска. Она не черная. Где-то я вложу ее, еле она. Ну, это, наверное, тоже какая-то не черная будет. А где та, на которой прямо написано Black Mesh? Если она будет не черная, я буду оооочень зла. Все, пойду дариться черносливам, потому что я... Опять утешевается. Это очень странная идея, я учитываю, что черный мой любимый цвет. Как-то все мрачноватая, хочу вам сказать. Чернослив опять утро и вечер, прям как бабуля. А что это за татухой только сейчас заметил? Набила радио, видел же. А что там нарисовано? Там нарисовано птица.